Здравствуйте! В эфире программа «Тень города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске скандальные истории в ОДКБ и фейковые новости. Как это связано между собой? В падает штукатурка вместе со стеной. Проблемы жителей карточного домика. Как до работы мне добраться? Какие трудности порождает знак «Остановка запрещена». Перевернутая машина, аварии и пожар. Обзор происшествий за выходные. Количество недостоверной информации в интернете уменьшится. Так считают 57% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ЦИОМ. При этом 83% респондентов поддержали введение наказания за распространение ложных сведений. Одноименный закон подписал Владимир Путин. Как он отразится на жизни рязанцев, расскажет Галина Кудряшова. Сразу два скандала в областной детской клинической больнице. И в обоих случаях публикации были недостоверными. По одной из них, после кадровых перестановок, молодой хирург не справился с операцией и оставил ребенка инвалидом. При этом СМИ ссылались на анонимного источника. Однако, по словам главного врача больницы, операцию провели не в экстренном, в плановом порядке. Он был дообследован. У него в плане обследования было проведение нескольких диагностических исследований, визуальных методов, подтверждающих наличие патологии, которая предполагалась. Когда было получено подтверждение, ребенок был в плановом порядке взят на операцию. Операция прошла успешно. Операция прошла в штатном режиме. Никаких неожиданностей в ходе операции не происходило. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации для постоянного динамического наблюдения. Его состояние стабильно. Как правило, это уже первый признак такого фейка, когда источник не называется. Но, честно скажу, что иногда эти источники информацию подтверждают. Опять же, надо как-то детально подходить, конкретно в каждом случае. Также на днях стала известна история двухмесячной давности, когда в ДКБ произошел несчастный случай с девушкой-подростком. По сообщениям СМИ, ей не была оказана должная медицинская помощь, что привело к смерти. Пациентка обратилась в больницу с легкой черепно-мозговой травмой. Девочка была госпитализирована. Проведено дополнительное обследование, которое не нашло повреждений костей черепа. Ребенок был осмотрен всеми необходимыми специалистами. И назначена была терапия, которая помогает уменьшать, так сказать, последствия сотрясения головного мозга. Ребенок находился на лечении. Девушке был прописан постельный режим. По словам главного врача, на момент госпитализации каких-либо существенных заболеваний выявлено не было. Напомним, что пациентку нашли в туалетной комнате на четвертом этаже. По предварительной информации, она отравилась парами дезодоранта. Ведь, по словам матери, ее ребенок был астматиком. Мама не предоставила информацию о наличии сопутствующих хронических заболеваний у ребенка. По состоянию здоровья и при анализе амбулаторной карты серьезных отклонений в здоровье не было выявлено. Ребенок проходил обычное лечение по поводу сотрясения головного мозга. Но мы расцениваем это как несчастный случай. Произошел несчастный случай в туалетной комнате отделения, в котором находился ребенок. Журналисты нашей телекомпании регулярно выезжают на съемки по сообщениям в социальных сетях. Однако на деле ситуация часто оказывается противоположной. Например, информация, что сорванная ветром крыша чуть не убила пенсионерком, была фейком. На деле на объекте проводились плановые работы, а лежащие на земле доски были частью рабочего процесса. Сообщение о съемках новой части сериала «Физрук» в Рязани оказалось уловкой мошенников. В число вбросов также можно отнести стоимость брендбука Рязани – полтора миллиона рублей и массовое увольнение на приборном заводе. Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов отмечает, что чаще всего информационным вбросам подвергаются три министерства – здравоохранения, транспорта и ЖКХ. При этом Денис Арапов отмечает, что многие вбросы приходят из социальной сети ВКонтакте и являются мертворожденными, то есть не подхватываются СМИ. На них правительство старается не реагировать, чтобы не привлекать внимание к ложной информации. Вычислить эти и другие фейки удается почти мгновенно. У нас есть отдел мониторинга, который, конечно, фиксирует все эти вбросы. И мы практически мгновенно получаем информацию о том, какой вброс есть. Причем вброс, я еще говорю, на стадии социальных сетей, каких-то сайтов с анонимным хостингом, понимаете. Мы эту информацию тут же запускаем в проверку. А потом, если мы видим, что эта новость начинает разрастаться, ее уже берут издания, СМИ берут. Тут, конечно же, мы уже работаем на опережение. Если фейк все же проскочил, то его снимают с эфирой или удаляют публикации. Для этого правительство организует комментарии официальных лиц. Времени может потребоваться от нескольких минут, как в ситуации с мальчиком, на которого упала глыба льда, до нескольких часов, как, например, при допросе исполняющего обязанности главы Рязани Сергея Карабасова. При этом практики судебных разбирательств в нашем регионе нет. Для снижения числа недостоверных фактов Владимир Путин одобрил ряд поправок в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, за публикацию ложных сведений предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, а в случае систематических ложных публикаций – от 200 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Многострадальное общежитие на улице Островского. Со стен здания осыпается штукатурка и кирпичи. Сами жители говорят так – вместе со снегом тает и стена. Подробности с места событий в нашем следующем материале. Дом номер 40, корпус 1 по улице Островского выглядит как чудовище доктора Франкенштейна. Весь залатанный и изуродованный. Со всех сторон осыпается штукатурка, притом большими пластами. Сами жители назвали этот процесс таянием дома. В одном месте это достигает своего апогея. Стена осыпалась вместе с кирпичами. Во время обрушения рядом не было людей. Жильцы рассказали, что дом введен в эксплуатацию в 59-м году и с того времени не было ни одного капитального ремонта. От старости рушатся не только стены. Внутри дом еще хуже, чем снаружи, говорят жители. Осыпающиеся коридоры, плохие трубы. Но дома целый ворох проблем. Трубы в подвале, они все прогнили, они резиновыми пластырями. И вот тут пластырь, тут пластырь, тут пластырь. Только один заделать пластырь, в другом месте трубу ржавчина проела. Вообще кошмар. Из-за проблем с трубами отоплению Геннадия дали только 21 января. А при каждом новом прорыве отопление отключают. Недавно нас прорвало трубу. Мы вызвали ЖКХ. Они приехали, посмотрели, толком сначала ни на что не реагировали, а потом со временем где-то через неделю, наверное, сделали нам батарею. И отключалось отопление. У меня племянник на третьем этаже живет. Он маленький ребенок. Мы звонили, жаловались, что отопление. Говорю, маленькие дети, что нам делать? Они на это сбрасывали трубку и ничего не говорили. Жильцы рассказали, что управляющая компания реагирует так на каждый прорыв. Для них проблемы жителей дома можно отложить в долгий ящик. Когда нефтезавод был, он же нефтезаводской, я работал еще на нефтезаводе. Вот когда нефтезавод был, они еще маломайские ремонтировали. Через три, через четыре покрасят тут. Завод-то богатый. А сейчас, как передали городу, все поплыло, все разбито. В месяц Геннадий Баранов за жизнь в таком доме платит пять с половиной тысяч. Из года в год затапливают подвалы. Из-за этого высокая влажность, грибок, мошки. Со всем этим жителям приходится мириться. Да и выбора нет. Управляющая компания от них отнекивается. А любую поломку чинят через месяц. По телефону до них не дозвониться, поэтому жители пользуются номером горячей линии. Стоит отметить, что ранее сообщалось, что капремонт в доме запланирован на 2023-2025 годы. В настоящий момент жители говорят, что дом под расселение. И пока споры о дальнейшей судьбе не утихают, людям приходится жить и в месте, которое разрушается как внутри, так и снаружи. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Рязанская городская дума рассмотрит проект новых правил благоустройства. 25 марта думский комитет по ЖКХ вынес вопрос на общее заседание. В частности, документ вводит понятие прилегающих территорий. В тексте сказано, что, цитата, «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения, обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий. В мэрии пояснили, что в случае с многоэтажными домами, речь идет об управляющих компаниях. Для жилых и садовых домов предусмотрены такие формы участия в благоустройстве, как весенние и осенние субботники, окос газонов и сбор скошенной травы, еженедельный сбор мусора, еженедельное подметание от смета пыли, еженедельная уборка снега с пешеходных дорожек. Перечень для остальных типов зданий также включает обработку тротуаров от наледи. Собственники социальных объектов и некапитальных строений должны будут собирать мусор, подметать пыль и убирать снег два раза в неделю, прочих зданий три раза. В проекте правил также установлены следующие границы прилегающих территорий. Индивидуальные жилые дома, садовые дома, некапитальные строения 5 метров от границ участка. Многоквартирные жилые дома 15 метров. Начальник городского управления благоустройства Вячеслав Несин подчеркнул, что установка этих норм не приведет к повышению платы за содержание жилья. По его словам, эту сумму в принципе утверждают не управляющая компания, а только общее собрание жильцов. Парковка запрещена. После установки новых знаков на улице Соборной люди не могут попасть в собственные офисы. Ведь по новым правилам здесь нельзя даже останавливаться. Ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Изменения в одну стрелку, а уже десятки нарушителей на улице Соборной внесли изменения в дорожные знаки. Если раньше со стороны бывшего детского мира парковаться нельзя было до остановки, то теперь действия знака продлили до площади Ленина. Сейчас здесь нельзя даже временно останавливаться. Абсолютно нереально. Во-первых, вы видите, что и здесь парковка, она вся занята. И приходится вот вокруг постоянно ездить в надежде, что где-то что-то может быть освободиться и тратить свое рабочее время на то, чтобы найти парковку. Кроме того, мы уже неоднократно сказали, что по этой линии очень много магазинов. Я вообще не представляю, как должны люди в них заходить, если даже уже остановка запрещена. Новшество действует уже около недели, но незначительные изменения в дорожных знаках люди попросту не замечают. Ведь на всей прямой установлен только один знак остановка запрещена, на который бывалые водители привыкли не обращать внимания. А вот дополнительный, который бы располагался около поворота на улицу Кольцова, не установлен. Клиенты стали меньше, и естественно, из-за этого мы платим тут аренды, и из-за этого падает наш экономический образ жизни. И люди от нас уходят, потому что центр города просто стал невыносим для того, чтобы здесь нормально работать. Таким образом, заповедным стал весь участок от площади Соборной до Первомайского проспекта, причем в обе стороны. На площади Ленина парковка или платная, или запрещена даже остановка. На Мюнстерской работает эвакуатор. На улице Краснорядской парковку закрыли на ремонт торговых рядов. Весь центр занят платными парковками. Здесь вот делаешь два-три круга по дворам, ездишь туда, все занято, и в итоге уезжаешь вообще из центра. Это что за условия для работы? Альтернативы отсутствуют. Если раньше вот здесь вот по Горького, потом возле ресторана Арман, там по Кольцово можно было парковаться, сейчас ничего нет. Ни одного парковочного свободного места. Все занято. Город стоит. Парковаться остается только во дворах и небольших закоулках, которые и так уже переполнены. Сюда стекаются сотни машин. Это единственная бесплатная возможность оставить свой автомобиль. Правда, сначала нужно потратить десятки минут на поиск места. А ведь в этом районе много ветких строений, реставрировать которые вряд ли кто-то будет, потому что они буквально разваливаются на глазах. Люди были бы рады, если бы эту площадь отдали под организованное парковочное пространство. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 25 марта годовщина событий в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Напомню, тогда при пожаре погибло 60 человек, из них 41 ребенок. После этого случая во всех рязанских торговых центрах прошли проверки. Были выявлены множественные нарушения, в том числе пожарной безопасности. Все ли они устранены, выяснила Дина Исляева. О том, что в этом здании был музей занимательных наук, сейчас говорят разве что плакаты. В Анторе он съехал отсюда год назад, сразу после проверок прокуратуры. Однако нарушения, выявленные тогда, до сих пор не устранены. Бывшее здание детского мира, если верить объявлению, закрыто на ремонт. После событий в «Зимней вишне» здесь прошла проверка. Она показала, что в здании не проведена огнезащитная обработка. Владелец должен был устранить недочет, но дело так ничем и не закончилось. Выяснилось, что он незаконно предоставлял помещение в аренду. Дело затянулось. В итоге музей занимательных наук приостановил работу. Владельцы магазинов нашли себе другие площадки. Но это скорее частные случаи. В крупных торговых центрах все нарушения были устранены в короткие сроки. По искам прокурора железнодорожного советского Октябрьского районов города Рязани приняты меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в ТРЦ «Премьер», ТРЦ «Виктория Плаза», МОО «Торговый дом Барс», торговый центр Рязанских и других. До сих пор неизвестна судьба детского развлекательного центра, находившегося в торговом центре «Арта». В мае прошлого года прокуратура Московского района подготовила иск о запрете использования помещения, где он находился. Причина – противопожарное законодательство предписывает размещать подобные зоны не выше второго этажа. Собственник так и не смог договориться с арендатором, чтобы переехать ниже. Другое помещение, судя по всему, не нашел. Что же касается других детских центров, то проверки в них будут проводиться и в дальнейшем, но уже по графику, который существует в каждом надзорном органе. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Конец эпохи долгоостроев. Министерство финансов поддержит выделение бюджетных денег на достройку домов для обманутых дольщиков. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает ТАСС. Чиновник отметил, что правительство финансирует достройку тех объектов, которые застройщик уже не построит. Помощь планирует оказывать в течение трех лет. Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что правительство уступает за выделение 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на достройку проблемных объектов в 26 регионах в 2019 году. Еще 4 миллиарда должны выделить регионы. Памятник Сергею Есенину на Кремлевской набережной планируют отремонтировать осенью этого года. Стоимость работы оценили в 700 тысяч рублей. Однако он не единственный требует вложений. В Рязани достаточно мест, в том числе известных, находящихся в плачевном состоянии. Памятник Есенину открыли на Кремлевской набережной в 1975 году. Бронзовый поэт у многих приезжих вызывает недоумение. Как рассказывает краевед Игорь Канаев, у скульптора была задумка показать поэта, который словно вырастает из родной земли, не может жить без нее. Сам памятник за 40 с лишним лет не изменился, а вот постамент пора приводить в порядок. Немножко страдает от скейтбордистов, потому что для них это такое место, где они могут себя показать. Замечательный постамент из-за этого помирского камня, который, к сожалению, уже ободран и требует реставрации. Эта скульптура лоси, она посвящена семейному счастью. Малые архитектурные формы стали появляться в Рязани в 50-х годах. Ольга детство провела на улице Семашка, ходила в ясли, которая находится в том же дворе. Теперь с болью смотрит на знакомую скульптуру, когда выходит гулять с собакой. Все время ходили, тут гуляли, еще маленькие мы были, тут у нас кустики росли, и вот все время около этих оленей гуляли. Раньше же не было детских площадок, поэтому мы здесь все время находились. Вот очень хорошо было. У лосей сначала сломали рога, потом головы. Установить скульптуру, наверное, можно, но пока заняться этим вопросом никто не спешит. В плачевном состоянии находится Скорбящинский мемориальный комплекс. Его установили в 80-е годы. Автор Борис Горбунов показал весь ход войны, от 22 июня 41-го до Дня Победы. Со временем барельеф начал стареть. Некоторые фигуры отреставрированы так, что не узнает лиц. А теперь и вовсе некоторые начали осыпаться. Ремонтировать их никто не спешит. Планировал, что это будет бронза. Сейчас можно это, учитывая, что мы экономически не очень сейчас хорошо живем, можно сейчас ограничиться. Другим материалом найти тот же самый чугун, композит и большими блоками восстанавливать уже в хорошем материале, чтобы через год, юбилей Победы, а осталось чуть больше года, мы встретили достойно. Скорбящинский комплекс является главным местом, связанным с Днем Победы в Рязани. Здесь похоронены погибшие в боях, участники Великой Отечественной, умершие от ран, плакатники Ленинграда. Остается надеяться, что к маю мемориал приведут в порядок. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Выходные прошли довольно спокойно, так выразились представители спецслужб за минувший уикенд и последний рабочий день. В Рязани было зафиксировано всего два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало три человека. В области произошло 89 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Перевернувшаяся машина, авария и пожар – обо всем по порядку в следующем сюжете. В субботу, 23 марта, автомобили пробили ограждение у библиотеки имени Горького. Информации о пострадавших нет. В тот же день на улице Весенний произошла авария. Автомобиль пробил ограждение и перевернулся. Как сообщили в ГИБДД, пострадавших в аварии также нет. Выясняются обстоятельства произошедшего. 23 марта, примерно в 4 часа 45 минут на 372-м километре автодороги М5 «Урал» в Шацком районе, 62-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительной информации, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на левую обочину, где совершил опрокидывание в кювет. В результате происшествия травмы получили пассажирки автомобиля и были госпитализированы. В понедельник, 25 марта, в половину третьего ночи местный житель въехал в припаркованный грузовой автомобиль. Предварительная причина аварии – водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с рулевым управлением. Позже сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель был пьян. Количество миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха превышает допустимый уровень в 5 раз. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А вот пожары в основном приходятся на пятницу, 22 марта. В этот день во время пожара в жилом доме на улице Совхозная в поселке Сатницыно Сасовского района спасено два человека, эвакуировано 20. К сожалению, на пожаре погиб человек, личность которого устанавливается. Этого же числа на пожаре в жилом доме на улице Садовая в городе Шаск погиб мужчина 1949 года рождения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Миноборнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах в 2019 году. Квоты хотят увеличить для бакалавров и специалистов в таких областях, как искусство и культура, гуманитарные науки, математика и естественные науки, здравоохранение и медицинские науки и другие. Кроме того, станет больше бюджетных мест по направлениям магистратуры, образования и педагогические науки, искусство и культуры, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. Всего в 2019 году ожидается свыше 495 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok